Студия «Танцующий с ветром» представляет! Дромка, брат! Я сам урон! Всё, что умею, твой будет! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вы же много, чтобы extract! Субтитры подогнал «Симон»! Давайте посмотрим на его устрашающую стойку! А, то яблоки! Я уже думал, покемонами играется! Всеобщее помешательство пошло, думаю, ему еще и Самура поддался! И какой же у тебя танец, дружище? Ох ты ж, елки-палки. Какой зажигательный у нас немолодой человек. Ладенько, ребята, пошли в бой. Артас уже штурмует наши позиции. Немножко мы его отгоним и сразу перейдем к способностям. Ребята, Самура является у нас бойцом ближнего боя. Причем сражается он в ближнем бою довольно эффективно. Он является мили-ассасином. Вы видите, насколько у него хорошие, довольно скажем таки, автоатаки по урону. И каждая, ребята, четвертая атака у него дает крит. Это у нас пассивка. Прошу прощения, не пассивка, а тоже пассивка, но под способностью W. Критический удар называется. Пассивный эффект нам позволяет каждой четвертой автакой наносить крит урон, который, понятное дело, наносит увеличенный дэмэдж. А вот пассивка данного персонажа, это тоже ориентировано на автоатаки и она при автоатаках нам повышает скорость передвижения Самура на 25% на 2 секунды после нанесения автоатаки. То есть мы атакуем, вот, видите, он гораздо быстрее передвигается по полю боя. Эти 2,5 секунды. Персонаж достаточно мобильный, ребята, и сейчас вы поймете почему. Так, под Q у нас, значит, зеркальная копия. Это способность из Warcraft'а. Самура создает зеркальные копии себя. Кулдаун здесь небольшой и сразу хочу сказать, что поскольку это не маг, как это не банально, да, ману он не использует. Хотя у нас, мы знаем, есть некоторые бойцы, которые используют ману, здесь ману он не использует. И вот, способности откатывается по кулдауну, как у Иллидана. В общем, зеркальные копии, значит, создают 2 зеркальные копии, которые наносят 30% от урона самого Самура и имеют 50% здоровье. То есть 50% от его текущего запаса. Копии существуют 16 секунд и одновременно можно призвать не более 2. Вот приблизительно так это выглядит. Самое интересное, что данные копии абсолютно идентичны Самуру. То есть, если вы будете играть против других игроков, им будет тяжело различить, где же настоящий Самур. Особенно, если это все еще умело комбинировать. И для этого будет еще одна героическая способность, но об этом немножко дальше. Под W у нас, как я уже говорил, пассивный талант дает нам каждую четвертую автоатаку, которая заканчивается критом. И если мы активируем эту способность, то следующая уже непосредственно инстантом автоатака будет идти критической, которую мы в течение 8 секунд сможем совершить. И она нанесет на 50% больше урона. Этот эффект также действует на зеркальные копии и не отменяет Танец ветра. Танец ветра это следующая наша способность. Давайте сразу непосредственно к ней перейдем. Ну, здесь больше я сказать ничего не могу. То есть мы активируем ее и у нас следующая автоатака идет критом. Танец ветра под Ешечкой. Время остановления 12 секунд. Самура получает маскировку на время вплоть до 8 секунд. Или до проведения атаки, использования какой-либо способности, либо получения урона. В этом состоянии он получает буст к скорости, передвижение в размере 30% и может проходить сквозь других персонажей. Ребята, это реально круто, смотрите. А, нас просто сейчас атаковали. Артас находился под вихрем своим. Ну, реально, проходить через других героев, это довольно классная способность. То есть мы сможем легко в гуще событий уйти. Ударим его, нет? Почти. Чуть-чуть не добили. Артас, извини. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас вот как раз и можем умереть. Поскольку Ассасин, он довольно у нас тонкий. Пацик. В общем, эта способность позволяет очень хорошо избежать боя, если уж очень тугая ситуация становится. То есть в этот момент мы становимся невидимыми. У Артаса сейчас бонус из-за того, что у него это аура. И, естественно, как мы только в нее попадаем, мы теряем маскировку и теряем эту способность. Если призвать какого-нибудь другого героя, допустим... Так, выбор у нас героя есть. Давайте возьмем Элидана. Сторм Рейнджа. То мы сможем вполне благополучно пройти сквозь героев или скопление героев. Получаем инвиз и спокойно уходим. Плюс еще получаем бонус к скорости передвижения. Ну, это приблизительно. Вот так, так. Включить восстановление. Все, восстановили. Пройду, не пройду. Блин, ну, атаковал. Ну... Как раз, когда хочешь показать какой-то момент. Как-то зло не получается. Так, ну добьем, добьем мы тебя, дружище. Все, ушел. Так, по основным способностям я прошелся. А, да, кстати, еще Ешечка отличается такой фишечкой, что урон, полученный в течение одной секунды после активации танца ветра, не отменяет его эффект. То есть, как раз в момент, если нас атакуют еще мы в инвизе, еще одну секунду мы этот эффект не теряем. Пусть в течение секунды мы уже теряем этот эффект. Таланты. Поехали по талантам. Путь иллюзий, путь клинка, путь ветра. Значит, путь иллюзий. У нас талант, который необходимо прокачивать. И задача заключается в том, что мы играем через копии. Когда копии наносят критический удар по герою, урон от автоатаксамура увеличится на пол единицы всего лишь на всего. Ну, потом вплоть до 20 единиц. С наградой после 40 попадания по героям бонус увеличится дополнительно на 20 единиц. Ну, как по мне, сомнительный такой талант. А урона не такой уж он и существенный. Я думаю, не можно и проигнорировать. Там можно будет качать таланты, допустим, на увеличение крит урона. А там он будет весьма существенно увеличиваться. Вот путь клинка. Каждая третья автоатака имеет критический эффект и дополнительно наносит 25% урона. То есть, кроме того, что мы получаем буст по урону на крит удар, так еще у нас не каждая четвертая, а каждая третья автоатака получается критической. И, насколько я говорил, что у самура довольно часто автоатака идет, да, то есть быстрая скорость автоатаки. Каждый третий урон будет критический, это существенно нам сможет поднять ДПС. И путь ветра. Опять у нас талант с прокачкой идет. Значит, атаки против героя во время танца ветра увеличивают бонус к скорости передвижения от этой способности на 1,25%, вплоть до 25%. При награде после 20 попаданий по героям время, в течение которого танец смерти невозможно прервать нанесением самура урона, увеличится до 2,5 секунд. То есть, если мы будем через инвиз подходить, врываться, кстати, в нем довольно хорошо врываться в гущу событий, вот, видите, да, как он бегает через героя, и наносить урон. Вот сейчас мы получили бонус. И при выходе из данного стелса у нас будет не в течение 1 секунды, а 2,5 секунды мы будем еще, в общем, эффект этот на себе иметь. Хороший талант, но я бы все-таки, наверное, взял путь клинка на увеличение дэмэджа. Итак, Мираж, единство с ветром парирования. Мираж при использовании зеркальной копии, самура и его копии получают по 2 заряда эффекта, позволяющего блокировать следующую направленную против них способность, уменьшив ее урон на 50%. То есть, это как блок автоатаки, только против способности героев. Если против вас играет много кастеров, это хороший талант. При использовании зеркальных копий мы будем еще получать резист к способностям на 50%. Это весьма неплохо на самом деле. Резист получает как сам самура, так и его копии. Единство с ветром. Пока действует маскировка от танца ветра, самура получает на 60% меньше урона от всех источников. И вот здесь следует сказать, что самура, поскольку он находится в инвизе, он и так не будет у вас урона получать, его просто не будет видеть. А вот когда его обнаружат, да, эта способность будет действовать только во время эффекта танца смерти. А танец смерти у нас после размаскировки, скажем так, самура, будет еще длиться 1 секунду всего лишь. Ну, если бы мы качали предыдущий талант 2,5 секунды, и только в этот момент будут действовать эти 60%. Как по мне, ребят, это очень маленький интервал времени, поэтому не можно нивелировать на самом деле. Парирование. А вот это вот очень классный талант, и особенно он хорош, если против вас играют автоатаки, вот как, допустим, тот же самый Иллидан. Поскольку данный эффект позволяет нам на 25% уменьшить урон от автоатак героев, пока действуют ускоряющие удары. Ускоряющие удары, как мы знаем, у нас действуют во время автоатак. То есть, если мы автоатачим, мы в это время и парируем удары. Видите, да, как это выглядит приблизительно. И все, у Иллидана нету шансов. Так. Поэтому на данном уровне, если против вас особенно автоатакеры играют, берите парирование. Если же кастеры, конечно, лучше взять мираж. Ну, Иллиданушка подскочил наше родное. Давайте мы его зажмем тут копиями еще и потихонечку начнем разрубать. Все, ушел. Так, Пылающий Клинок, Фантомная Боль и Крушащие Удары. Это все у нас апгрейды идут на W-способность, на Критический Удар. Пылающий Клинок. Критические Удары вызывают вспышку пламени, дополнительно нанося цель и находящимся рядом с ней противником 65% урона от автоатаки. Данный талант хорош, если, допустим, надо будет против скопления противника играть. И, возможно, если у вас будет задача, хотя у вас вряд ли будет такая задача, как удержание линий, пуш линии, там, где надо будет много мобов зачищать, то имеет смысл его брать. Можно будет более эффективно, конечно, делать расчистку. Но, поскольку вы мили ассасин, причем в прямом смысле этого слова, у вас есть инвиз, то вряд ли вы будете этим заниматься. Вы, скорее всего, будете вычищать героев, данганг этих, скажем так, по примеру того же Заратула. Поэтому, ну, смотрите сами, ребят. Если все-таки решите пушить линию, берите его. Поехали дальше. Фантомная Боль. Критические Удары дополнительно наносят 40% урона от автоатаки за каждую активную копию. И, опять же, если вы играете через копии, это довольно хороший-таки идет ап на урон, если играете через эти копии. Дополнительно еще 40% урона от автоатак за каждую активную копию. Активные две копии на 80% будет выше у вас крит-удар эти. Крушащие Удары. Вот этот талант я бы, наверное, брал. В большинстве случаев способность Критический Удар получает второй заряд. Критические Удары дополнительно наносят 25% урона от автоатаки. Это самый универсальный талант, ребята. Можно его брать во всех ситуациях. Будете вы играть через копии, не будете играть через копии. Дополнительный бонус в виде 25% урона от автоатак и два заряда Крит-удара. Это очень-очень хорошо, поскольку частенько довольно бывает ситуации, когда вот уходит противник, вот ему совсем чуть-чуточку остается вот добить, да, и у вас там буквально не хватает. И вот как раз двумя зарядами Крит-удара, вот как в данной ситуации, вы просто убиваете противника. Причем Крит-удар действительно он хороший у Самура. Десятый уровень и две героические способности. Вихр Клинков, ребята, это способность из старого добра Warcraft 3. Да, ребята, все прекрасно ее знают еще и по World of Warcraft у воинов. Самура превращается в неудержимый смертоносный вихрь, наносит 593 единицы урона. Это на 22 уровне мы сейчас видим в секунду, находясь поблизости противника в течение 4 секунд. Значит, давайте сделаем это. Вот как-то так это выглядит. Просто капуста. Все, ребята, расчистили линию. Шикарна на самом деле способность. Самура становится неудержимым, плюс ко всему его нельзя законтролить. Но, конечно, само собой он остается уязвимым в этот момент. Поэтому, если мы применяем данный вихрь, лучше находиться в тот момент, его применять, когда ваших оппонентов контролят, либо поддержка какого-нибудь лекаря, да, чтобы вас кто-то сейл. Потому что, я думаю, если вы начнете вихрь и будут рядом противники, в первую очередь они будут истреблять вас. А на пробитие самура, ну, очень-очень слабенький. Вторая героическая способность это мастер иллюзий. Так, давайте мы сбросим. Так, путь клинка я брал, парирование я брал, кушащие удары и мастер клинков. Мастер иллюзий. Так, мастер иллюзий, значит, время становится 6 секунд. Пассивный эффект в том, что мы можем управлять зеркальными копиями по отдельности или группой. Копии дополнительно наносят еще повышенный урон на 20%. Создаем копии. На самом деле, ребят, это сложно, потому что даже сам не представляю, как это все исполнять, играть. В общем, механика боя становится похожа на то, как это было... К примеру, у того же... Выбрать самура, выбрать копию, да? Как у викинга. То есть нам приходится одновременно играть тремя персонажами и, по правде говоря, это очень сложно. Я, допустим, не могу идеально так распределяться, чтобы еще играть копиями. Но если вы отличный тактик, можно довольно-таки сумасшедшие комбинации делать, поскольку копии они все выглядят, как я уже говорил, как самуру. И данная способность еще позволяет нам меняться местами с выбранной копией. То есть можно вообще полностью ввести своего противника в выступление какое-то. Он будет просто в шоке. Не понимать, где настоящий самура, а где не настоящий самура. И плюс ко всему вы еще сможете потом меняться с копиями. И в самый ответственный момент нанести свой сокрушающий удар, когда на самом деле противник будет думать, что это всего лишь иллюзия. Либо так же само таким образом можно будет спасти себе жизнь. Хороший талант, но тоже специфический, весьма специфический. Надо будет хорошо играть. Но, с другой стороны, очень хорошо то, что так Близзарды сделали. Очень большая вариативность появляется в этом спеке, скажем так. Окей, так, сбросим таланты. Я все-таки, наверное, возьму себе вихрь клинков более мне роднее. На тринадцатом уровне у нас идет опять апгрейд на кьюшечку. Это у нас зеркальная сталь. Каждая направленная против героя автоатака самура сокращает время становления зеркальной копии на одну секунду. В принципе, кулдаун в 16 секунд не такой уж и сильно большой. Ну, если вы предпочитаете играть через копии больше, то, конечно, имеет смысл брать. Каждая направленная против героя автоатака сокращает время становления на одну секунду, ребят. Автоатаки, на самом деле, у нас очень быстрые. Поэтому можно быстренько себе сократить кулдаун зеркальных копий. Каварими. Интересное название такое у таланта. При использовании танца ветра создают рядом с самура копию, которая продолжает его действие. Вот это бомбезный талант, как по мне. И, опять же, если использовать ешечку для эскейпа, вообще еще шикарнее будет. Потому что мы в тот момент, как будем, ну, скажем так, не блинковаться, а уходить, да, в стелс, покидать поле боя, мы будем оставлять еще копию самура. Это определенный момент тоже может ввести противника в замешательстве. Он подумает, что, ну, как бы, добил практически вас. На самом деле, вы убежали. Да даже если и поймет он, то все равно, как бы, копия еще определенным образом сможет его замедлить, отвлечь там и так далее. Хорошая, на самом деле, способность. Плюс ко всему, ешечка у нас откатывается быстрее, и через нее мы имеем возможность призвать еще одну копию. Что тоже весьма неплохо. Но следует учесть тот факт, что если мы призываем копию через ешечку, а потом, допустим, через кью, то не ждите, что у вас три копии появятся. Копии всегда только две у нас появляются в любом раскладе. То есть, копия, которая была через ешку призвана, она исчезнет. И шукучи. Названия, конечно, эти все самурайские. При использовании танца ветра, самура телепортируется вперед на небольшое расстояние, ребят. Здесь получается некий блинк у нас, да, вот. Типа у Зератула. И мы входим в инвиз. Тоже хорошая способность, но все-таки я, наверное, Как перед этим и сказал, так сбросит таланты, взял бы именно Коварими, то есть создание своей копии. Мы атакуем, потом создается копия, а мы спокойно уходим. Копия там продолжает буйствовать. Мы, допустим, заходим сзади и начинаем атаковать. И Enemy Slay, да. На шестнадцатом уровне беспощадные удары, жестокий ветер и решительный натиск. Апгрейды идут на различные наши способности. Беспощадные удары идут на W, а в атаке по замедленным, обездвиженным и оглушенным целям всегда наносят критический урон. И на самом деле этот талант, ребята, бомбезный. Бомбезный, если играть в команде, где много контроля. Допустим, тот же самый ETC с его мошпитом, если попасть классно так по вражеским героям, дать такой массовый стан. Ребят, просто мы тогда включаем свою эрочку вихрь клинков и, я думаю, команда ляжет. Да не думаю, команда ляжет, а команда стопудово ляжет, потому что каждая автоатака будет наносить крит урон, ребята. Там автоатаки летят просто бешеные. Вы сами видели, как Самура шинкует. Бомбовый талант. Ну, опять же, надо смотреть, если у вас есть много контроля в команде. Жестокий ветер. Атаки по героям противника во время танца ветра увеличивают получаемый ими урон от Самура и его копий на 30% на 3 секунды. Если мы с танца ветра начинаем атаковать, они получают повышенный урон. Но, опять же, с танца ветра, если мы начинаем атаковать, догоним Элидана. Конечно, догоним. Мы сразу раскрываемся. Повышенный урон они будут получать герои. То есть, только буквально первая, может быть, секунду, первую секунду, да. Все, потом уже толку нету этой способности. Давай, добьем. Давай, давай. Нет. Нет. Все-таки нет. Ушел. И решительный натиск. Пока действует эффект ускоряющих ударов, автоатаки повышают скорость атаки на 15% вплоть до 60%. И здесь, ребята, если не брать беспощадные удары, если нету контроля, то вот этот талант must have, как по мне. Все-таки он гораздо привлекательнее выглядит, чем жестокий ветер. Это отличнейшая пассивка. Ускоряющие удары мы получаем при автоатаках. И еще дополнительно увеличиваем скорость от своей атаки вплоть, ребят, до 60%. Это просто сумасшедшая будет скорость атаки. Берем этот талант. Попросим ли Данюшку подойти к нам поближе. Пошли. Смотрите, что потворится. На мобах, конечно, это не так хорошо демонстрируется, как на героев. Потому что данную способность ее надо набирать. Ускоряющие удары дает скорость в 15%. Раз, 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 а потом вплоть до 60%. Когда стакается до 60%, скорость автоатаки просто зверская становится. Попробуем сейчас еще подойти к Теледану и начать его месить. Вот, все. Вы видите, да, разогнался саму. Рассмотрите, что творит. Просто жесть. И на 20 уровне, ребята, таланты, как по мне, вообще самые-самые вкусные. Здесь реально можно сломать голову из того, что же все-таки лучше выбрать. Танец смерти, апгрейдно-героическую, позволяет нам использовать вихрь клинков даже на копиях. То есть, если мы призвали копии свои, зеркальные копии, мы прожимаем эрочку. И все три самуру начинают крутиться в низтовом вихре. Это, конечно, очень бомбезно выглядит, ребята. Давайте возьмем. Попробуем копии. И вот это начинается. Пошла же. Все. Вычистили практически все. Так. Сбросили опять талантики. Натиск. Дальше. Если бы мы брали стиль трех клинков, запас здоровья каждой копии увеличивается. И увеличивается время существования до 32 секунд. Для тактиков, может быть, будет интересно. Странствующий ветер. Сокращает время восстановления танца ветра на 6 секунд, ребят, в два раза. В два раза сокращает танец ветра. И это на самом деле круто. Мы будем более эффективным стелсером в этой ситуации. Возможно, конечно, пока мы докачаемся до 20 уровня, это уже и не будет столь существенную роль играть, но тем не менее. И поступ мастера клинка. Ускоряющие удары дополнительно увеличивают бонус скорости передвижения на 15%. Время действия этого эффекта увеличивается на 2 секунды. И вот этот талант на самом деле тоже, ребята, очень классный. Поскольку ускоряющие удары теперь еще дает бонус нам к скорости передвижения. Мы получаем и так неплохой бонус в виде 25%. Теперь получаем еще на 15% и еще эффект увеличится на 2 секунды. То есть у нас вместо 2 мы 4 секунды после автоатак еще сможем с 40% ускорением бегать. Замечательный талант, ребята. И если вы не хотите брать все-таки вихрь клинков на иллюзии, берите, конечно, эту способность. Обалденный талант. Голида, ты не уйдешь. Все. Видите? И 4 секунды мы так можем бежать, ребята. Это на самом деле очень круто. И учитывая, что еще если комбинировать с нашей ешечкой. Весьма-весьма вкусно. То есть и догнать, противника добить. И если надо убежать, мы спокойно сможем. Вообще, честно скажу, очень фановый персонаж. Давно я такого удовольствия не получал от героя. От именно от шинкования противника. Наверное, последний раз это когда я играл за мясника. Какое-то похожее было. Ну, мясник, конечно, там машина здоровая. Убийство. Там есть у него оглушение. Там замедление. Самура это не надо, поскольку он сам достаточно мобильный. Он очень быстрый. Он может делаться невидимым. Он может даже в невидимости проходить сквозь героев. У него отличный крит урон. У него еще возможность увеличения автоатаки во время атаки. То есть мы атакуем, разгоняем свою атаку бешено. Плюс еще у нас... Здесь мы взяли апгрейд на критические удары. Каждый третий удар это крит. У нас два заряда еще активного крита есть. Ну, в общем, дэмэдж можно вливать. Ребята, очень хороший. Отгоняемся. Крит. Потом еще раз крит, 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 крит. Копии. Чтобы не убежал. И все. Разобрались. Даже еще во время боя можно потанцевать, пока наши копии делают всю грязную работу. Вот какой-то такой он персонаж получился, ребята. Этот самура. Давайте подойдем еще к панике. Ну, я чисто ради интереса хотел еще вот атаку посмотреть в разогнанном состоянии. Ну, вот мы видим, то есть, средняя 239. По криту у нас 477. И вы видите, с какой скоростью выскакивают эти цирк. Вот урон в секунду приблизительно 831-836. Ребята, это прекрасно на самом деле ДПС. Еще у нас есть активные заряды. W. Давайте сброс таланта. Господи, что ж я не то сделал. Чуть-чуточку я не то сделал, что хотел. Я хотел использовать вихрь клинку. Сейчас мы это сделаем все равно. Восстановление способностей. Так, поехали. 128, 128, 128, 128. Ну, круто. Все равно. Не по 239, конечно, он бьет. Но, учитываясь, с какой скоростью вылетают эти циферки. Урон достаточно сильный. Что ж, ребят. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, ставьте палец вверх. Делитесь с друзьями. Смотрите обзоры на других героев. Ссылочку вы видите на экране. И ждем появления этого героя уже непосредственно на действующих серверах. Я думаю, он проявит себя прекрасно. Локтор Огар, друзья. До скорых встреч.